Господь, мы благодарим Тебя за милость Твою, любовь Твою, и заботу Твою, Господи, слава Тебе! Слава Тебе, Господь, за то, что даешь нам эту чудесную возможность, Господь! Благодарим Тебя! Благодарим за возможность, которую не имеют многие люди, Господь! Быть вместе со святыми, славить имя Твое, Господь, благодарим Тебя! Превозносим Тебя! Поклоняемся Твоему величию! Ты благ, во век милость Твоя, Господь Содержитель! Слава Тебе! Халлилуйя! Мы поклоняемся Тебе, Господь, и желаем сегодня воспеть хвалу, прославить Тебя, Господи, всем сердцем, Господь, и принять слово, то, которое Ты имеешь для нас, Господи, сегодня, в это, Господь, предпасхальное время, Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы, Господь, можем быть искуплены, Господь, за то, что наши имена записаны в книге жизни, Господь, благодарим. Благодарим за то, что дал нам время взыскать и поклониться Тебе, Господь, Богу Живому и Истинному. Господь, пребудьте с нами. Благослови это служение, Господь. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал Аминь. Аминь. Давайте славить Его. Господь грядет. Халилуя. Помни, Господи, Твой народ, Аллилуйя, Аллилуйя. И от всякого зла сохрани, Аллилуйя, Аминь. Сделай, Господи, Твой народ, Аллилуйя, Аллилуйя. Совершенным любви Твоей, Аллилуйя, Аминь. Маранапа, 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 Господь грядет. Маранапа, 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 Господь грядет. Собери, Твой народ, Господь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Воедина, от щеперек ветров, Аллилуйя, Аминь. Как рассеянный хлеб по холмам, Аллилуйя, Аллилуйя. Твою царь, Твою царь, Твою царь, Твою царь, Аллилуйя, Аминь. Маранапа, 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 Господь грядет. Маранапа, Маранапа, Маранапа Господь грозит, да придет Твоя благодать, Аллилуйя, Аллилуйя, и откроется вечность Твоя, Аллилуйя, Аминь. Приходи к нам, кто свят, приходи, Аллилуйя, Аллилуйя, если грешник, покажься и пой, Аллилуйя, Аллилуйя, Маранапа, Маранапа, Маранапа Господь грозит, Маранапа, Маранапа, Маранапа Господь грозит. 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 Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господи! Восклицайте и пойте, славьте Господа! Аллилуйя! Восклицайте и пойте, возвещайте народам! Восклицайте и пойте, ибо день Господень настал! Восклицайте и пойте, возвещайте народам. Восклицайте и пойте, ибо день Господень настал. Ха-ле, ха-ле-лю-я, Господь Бог всем от души. Ха-ле, ха-ле-лю-я, Ешуа наш Союз. Ха-ле, ха-ле-лю-я, Господь Бог всем от души. Ха-ле, ха-ле-лю-я, Господь Бог всем от души. Ха-ле, ха-ле-лю-я, Господь Бог всем от души. Ха-ле, ха-ле-лю-я, Ешуа наш Союз. Восклицайте и пойте, возвещайте народам. Восклицайте и пойте, Ибо день Господень настал. Ибо день Господень настал. Радуйся! Радуйся! Он взял мои болезни, простил мои грехи. Он дал мне свет надежды и наполнил елеем радости. Радуйся! Радуйся! Вся земля спаситель нам родился, Господу хвала! Господу хвала! Господу хвала! Ха-ле-лю-я, Господь! Слава тебе, Господь! Ха-ле-лю-я, Господь! Ха-ле-лю-я, Господь! Мы благодарим за кровь Твою, Господь! Мы благодарим за силу крови, Господь, что благодаря Ему мы можем входить в Твое присутствие, Господь! Спасибо, Господь! Ха-ле-лю-я! Ха-ле-лю-я, Господь! Слава тебе! Ха-ле-лю-я, Господь! Кровью акция крови чудесной Вступим во Святое Святым! И в Его присутствие из песней Мы взойдем пред троном златы Руки вознесем Пред царем царей Славе! И в Его присутствие из песней Мы взойдем пред троном златы Руки вознесем Пред царем царей Славе! Иисус Кровью акции Кровью акции Вступим во Святое Святым! И в Его присутствие из песней Мы взойдем пред троном златы Руки вознесем Пред царем царей Славе! Иисус! Славе! Иисус! Славе! Иисус! Славе! Иисус! Славе! Иисус! 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 Заклан своей кровью искупил нас Из всякого колена племени народа Ты соделал нас царями, Аллилуйя! Достоин Ты взять книгу и снять с нее печати Ибо Ты был заклан своей кровью искупил нас Из всякого колена племени народа Ты соделал нас царями, Аллилуйя! Слава! 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 Ибо Бог, Твои премудрость, Все благословение, Аллилуйя! Он соделал нас царями и служинниками Богу, и мы будем царствовать на земле. Слава! Слава! Живущий по веки веков! Слава! Слава! Живущий по веки веков! Живущий по веки веков! Аллилуйя, Господь! Славься, Господь! Слава! Аллилуйя, Отец Небесный! Прости нас, Господи! Прими нашу хвалу Тебе! Прости! Прими, Господи! Аллилуйя! Прости нас, Господи! Прости нас, Господи! Прости нас, Господи! Прости нас, Господи! Слава Тебе, Иисус! Слава благословенный! Мы благодарим Тебя, Господь! Мы благодарим Тебя, Господь, за возможность служить Тебе, петь Тебе, славить Тебя, Господь! Святое имя Твое! Аллилуйя, Господь! Аллилуйя, Господь! На милость Твою уповая мочи, на любовь Твою дорогой, единственный Отец Небесный наш! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава благословенный! Святое имя! Слава благословенный! Слава благословенный! Слава благословенный! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Благодарим Тебя! Благодарим Тебя! Спасибо Тебе! Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Господь! Аллилуйя! Благодарим Тебя! Благодарим! Благодарим Тебя! Благодарим Тебя Господь, мы прославляем имя Иисуса Мы превозносим имя Иисуса Пусть будет имя Иисуса прославлено Господь, мы исповедуем сейчас, что имя Иисуса, оно есть превыше всякого имени Имя Иисуса превыше всякого имени Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты назвал своими За то, что Ты нас назвал своими Ты назвал нас родными, Ты назвал нас близкими Ты назвал нас, Господь, не просто назвал нас своими, но Ты избрал нас быть таковыми, Господь. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь. Мы славим Твое святое имя, поклоняемся Тебе, Господь, ибо Ты Бог единый, ибо Ты Бог великий, достойной славы, достойной хвалы, ибо Ты, Господь, и мы славим Тебя. Потому что имя Твое, Господь, имя Твое всемогущий, имя Твое вездесущий, имя Твое помогающий, имя Твое, которое побеждает, имя Твое, которое поднимает, имя Твое, которое просто поднимает нас из пепла, из праха, дает нам будущность, надежду. Господь, благодарим Тебя, славим Твое Святое Имя, благословляем, Господь. Мы благословляем сегодня друг друга здесь, на этом месте. Твоим именем, Господь, пусть слава Твоя, пусть слава Твоя, Господь, явится в жизни, Господь, каждого брата и сестры сегодня, кто здесь, Господь, кто смотрит нас, кто слушает, Господь. Пусть ответы придут, Господь, пусть придет Твой ответ с небес, Господь, для каждого ищущего сердца, для каждого ожидающего, Господь, для каждого ждущего, Господь, от Тебя, Господь, пусть придет Твой ответ, Господь. Благодарим Тебя, что Ты не забыл, за то, что Ты не отвернулся, за то, что Ты не бросил, не покинул, Господь, и Ты никогда нас не оставишь. Благодарим Тебя, благодарим Тебя за милость, благодать Твою, Господь Благодарим Тебя за то, что Ты хочешь для нас, Господь, несравненно большего О чем мы просим или можем подумать, помыслить, Господь Мы благодарим Тебя за то, что Ты приготовил для нас Потому что мы любим Тебя, Господь, мы ищем Тебя Ты сказал, что я приготовил для вас великое, недоступное, которое вы не видели, не помышляли и не знали еще Господь, благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Да будет благословено имя Твое и прославлено. Слава Тебе, хвала Тебе, Господь, и благодарность, Господь. Благодарим Тебя, Отец Небесный. Мы просим Тебя, Господь, благословляем Твоим именем сейчас об этой стране, Господь. Мы благословляем Америку, Господь. Благословляем властителей, Господь. Благословляем тех, кто управляет этой страной, Господь. Мы просим Тебя, Господь, пусть не будет никаких заблуждений, Господь. Пусть не будет никакой ереси, Господь. Пусть будет, Господь, сердца правителей, Господь, обращены к Тебе, Господь, и на благо этой страны, Господь. Пусть в этой стране, Господь, распространяется Твоя слава, Господь, которая еще не видела эта страна, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть слава Твоя является в этой стране, которую еще никто не знал и не видел здесь никогда, во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть будут повержены дела тьмы, пусть будет повержен план дьявола над этой страной, во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, благодарим Тебя. Пусть больше, Господь, и больше людей спасается, обращается в этой стране, Господь. Пусть иудеи, живущие в этой стране, Господь, начинают познавать Тебя, Господь, встречаться с Тобою, Господь, сверхъестественно, Господь, через видение, Господь, через, Господь, Твой приход, Господь, к ним явно, Господь, реально, Господь, в их жизни во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, что у Тебя есть дело, Господь, для народа Твоего, Господь Благодарим Тебя, Господь, мы благословляем народ Твой, Господь, который рассеян по лицу земли, Господь Израиля Твоего, Господь, такового, Господь, просто, Господь, от создания, Господь Не того, которые живут, Господь, где-то кто-то разбросан, Господь, а Твоих, Господь Но народ Твой, Господь, неважно, в какой стране они находятся, неважно, Господь, во имя Иисуса, Господь, пусть будет благословен каждый иудей, Господь, благословляем Израиля, Господь, благословляем народ Твой, Израиля, во имя Иисуса Христа, Господь, благодарим Тебя, Господь, пусть все планы, Господь, пусть, Господь, все то, что Ты приготовил для них, Господь, оно совершится, оно пусть совершается во имя Иисуса Христа. И никто не остановит, Господь, потому что Ты сказал, что намерения Твои во благо, Господь. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Господь. Иногда, Господь, ожесточение происходит, иногда происходят, Господь, какие-то, может быть, проявления против народа Твоего, Господь. Но мы знаем, что всегда, Господь, это было к тому, чтобы Твой народ обращался, Господь, к Тебе и славил Тебя, Господь, да взыщут Тебя, Господь. Мы не знаем, Господь, как народ Твой будет приходить к Тебе, Господь, но у Тебя есть план, Господь, и мы просим Тебя, пусть это высвобождается, Господь, пусть Израиль, Господь, он обращается к Тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, Господь, а нам, Господь, народу, которые не являются иудеями, Господь, которые были раньше язычниками, но по вере, Господь, стали наследниками Авраама, Господь, дай нам исполнить Твою роль, Господь, в спасении Израиля, Господь, во имя Иисуса Христа, дай нам исполнить, Господь, во имя Иисуса, мы просим Тебя, Господь, дай нам мудрости, Господь, мы просим Тебя за церковь по всему лицу земли, Господь, неважно, Господь, какая-то деноминация, Католики, православные Господь Господь, какие адвентисты Господь, и ещё кто-либо Господь Мы просим Тебя, Господь Обратить в церковь, Господь Для того, чтобы она стояла, Господь, за Твой народ Стояла, Господь, и так же, Господь Вместе они, чтобы Церковь Твоя, Господь, на этой земле Распространяла Твоё Слово, Господь Иудею, а потом Елену, Господь Во имя Иисуса у Тебя, Господь Ты сказал, что значит, не спасение Господь, оно для иудея а потом язычникам, Господь. Но, Господь, так произошло, что язычники стали спасаться, Господь. И пусть теперь, Господь, язычники, они послужат для того, чтобы народ Израиля спасался, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь. Сверхъестественно совершай это, Господь. Мы знаем, что просто так это, Господь, физическими путями или мероприятиями это не будет происходить. Это будет, Господь, происходить от Твоего Духа, Господь. Пусть Господь выдохнет Твоим Духом, Господь, на эту землю, Господь, чтобы пришло спасение, чтобы жатва, Господь, наступила, Господь, чтобы делатели пришли, Господь. Высловались, Господь, во имя Иисуса. Мы благословляем народ молодой, Господь. Благословляем, Господь, тинейджеров. Благословляем, Господь, маленьких детей, Господь. Мы знаем, что они будут нести Твое Слово, Господь. Они будут распространять Твое Евангелие, Господь. Мы просим Тебя, посещай детей, Господь, в малом возрасте, Господь, давай им, Господь, просто видение, Господь, дай им откровение о том, кто Ты есть, Господь. Ты сказал, что дети, Господь, они больше всего открыты для духовного мира, Господь. Во имя Иисуса пусть будет так, Господь, пусть ничто, Господь, никакой дьявол, Господь, никакие бесы, ничто не может владеть нашими детьми, Господь, ни их разумом, ни их эмоцией, ни их волей, Господь, а пусть Дух Твой, Господь. Мы благословляем наших детей на спасение, благословляем наших детей на познание Тебя, Господь. Мы знаем, что это не просто слово, что я и мой дом будем служить Тебе, Господь, а это слово, за которым стоит Дух Твой, Господь. И мы посылаем это слово, что мой дом будет служить, мои дети будут служить, мои родные и близкие, наши сыновья, наши дочери будут знать Тебя, Господь. Мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Господь. Мы знаем, что это молитва, Господь, такую мало кто любит, Господь, но мы знаем, что когда Ты, Господь, высвобождаешь, мы просим Тебя о наших детях, Господь, Боже, поставь такие условия для них, чтобы у них не было больше никакого выхода, Господь, как прийти к Тебе, Господь. Несмотря на все прелести этого мира, несмотря на все то, что дает этот мир, несмотря на то, что дает интернет, несмотря на то, что дают эти веб-сайты и вообще остальное, Господь, во имя Иисуса Христа, пусть у них не будет выбора, Господь, чтобы прийти к Тебе и преклониться перед именем Твоим и служить всю свою оставшуюся жизнь Тебе, Господь. Господь, благословляем наших детей, благословляем наших детей, мы высвобождаем сейчас силу благословения Отца и Матери на наших детей, да будут знать Тебя, да будут благословены Тобою, Господь, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя, Господь. Пусть сами, Господь, того не понимая, Господь, они начинают прославлять Тебя, Господь. Пусть уста их открывается для славы Твоей, Господь. Во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа, Господь, благодарим Тебя, Господь. Ты сказал, что старики, Господь, пожилые будут видение, Господь, сны видеть, Господь, будут вразумляемы, Господь. Пусть будет больше, Господь, такого. Пусть будет больше, Господь. Мы знаем, что, Господь, сейчас больше и больше возрастает всякий демонический контроль, Господь, всякие духи, которые выпущены в этом мире, Господь. Но мы знаем, что Ты есть тот Бог, который являл чудеса Свои в Египте, когда приходил, Господь, когда приходил Моисей, когда Он говорил к фараону, когда открывались, Господь, такие вещи духовные, которые никто не смог победить, Господь. Пусть вся эта тьма, которая против наших детей, против людей, которые стоят против спасения, Господь, пусть вся эта тьма будет разрушена и придет свет Твой, Господь. И когда в свет Твой приходит тьма не имеет никакой власти, ее больше нет, когда есть Твой свет, Господь. Во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя, благодарим Тебя. Мы просим Тебя, Господь, за Владимира, Господь, за Его семью, Отец. Мы просим Тебя, Господь, за решение вопроса семейного, Господь, за решение эмиграционного вопроса во имя Иисуса. Господь, благодарим Тебя во имя Иисуса Христа, благословляем. Да придет, Господь, слава Твоя в его жизнь, Господь, в эту семью во имя Иисуса Христа. Мы благословляем больных сейчас, благословляем немощных, Господь, благословляем тех, Господь, кто уже устал, Господь, Кто уже, Господь, не знает, как просить, кто уже не знает, что делать, Господь, благословляем, Господь, поднимутся, встанут и прославят Тебя, Господь, в жизни своей, Господь, в живом теле, Господь, ибо мертвые они не могут славить Тебя, Господь, а живущие будут славить Тебя, Господь. Во имя Иисуса, Господь, благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь, благословляем, Господь, людей с сердечной недостаточностью, Господь, благословляем во имя Иисуса, Господь, всякая духовная власть над их жизнью пусть будет разрушена, которая не от Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа, Господь, всякая причина болезни сердечной во имя Иисуса Христа, Господь, да уйдет во имя Иисуса Христа, Господь. Господь, железы внутренней секреции, Господь, Господь, просто новое чудотворение, Господь, пусть придет во имя Иисуса Христа, пусть будут восстанавливаться, просто будут возрождены железы, Господь, во имя Иисуса Христа, лимфатический, Господь, благословляем, Господь, пусть щитовидные железы, Господь, восстанавливаются, вырастают во имя Иисуса Христа, Господь. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благословляем, Господь, Больных, которые мучаются, Господь, болезнями почек во имя Иисуса, Господь, Господь, пусть придет новые почки, Господь, пусть обновление, Господь, придет во имя Иисуса Христа, без оперативных вмешательств, Господь, во имя Иисуса, пусть Господь будет, Господь, просто восстановление, Господь, пусть клетки размножаются, Господь, пусть новые, Господь, органы вырастают во имя Иисуса Христа, Господь, благодарим Тебя, Господь, пусть кости, кости, Господь восстанавливается во имя Иисуса Господь. Пусть восстанавливаются суставы, Господь, во имя Иисуса Христа Господь. Пусть ткани суставов, Господь, восстанавливаются, Господь, во имя Иисуса Христа Господь. Солевой обмен, Господь, пусть восстанавливается во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя Всякой шпоры во имя Иисуса в суставах Да будет удаляться Во имя Иисуса Христа Всякой шпором повелеваем оставить Во имя Иисуса Благодарим Тебя, Господь Благодарим Тебя Благодарим Тебя Благодарим Тебя Благодарим Тебя Благодарим Тебя, Господь Пусть головная боль, Господь Она уходит во имя Иисуса Головная боль, которая пришла из-за травмы пусть уйдет во имя Иисуса Христа. Из-за травмы головы, головная боль во имя Иисуса оставляй. Все последствия аварии во имя Иисуса оставь народ твой, Господь. Аллилуйя, слава Тебе, Господь, слава Тебе. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, благодарим. Пусть восстановление после ожогов, пусть кожный покров будет восстановлен после ожогов во имя Иисуса, во имя Иисуса, без всяких последствий, пусть не будет никаких последствий, восстановится кожа покров во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, благодарим Тебя, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Господь. Мы славим Тебя, величаем Тебя, Тебе всю славу отдаем, Господь, хвалу и славу Тебе, Богу нашему, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь. Аллилуйя. 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 Слава Богу. Праведник смел, как лев. Аминь. И сколько бы тебя ни били, поднимайся и вставай, потому что ты будешь бить. Ты будешь бить. Ты будешь победителем во имя Иисуса Христа. Пусть никто тебя не обманет. Пусть даже мысли твои, пусть ситуации вокруг тебя, они никогда тебя не обманут. Господь верный, и Он не отступил. Он не изменил Своё Слово. И мы, как люди, мы можем усомниться, мы можем разочароваться, но пусть сегодня, Господь, придёт эта вера в Тебя, в Слово Твое, Господь. Действительно, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Хорошо. Господь хороший. Давайте мы принесём Богу приношение. Спасибо Ему. Бог верный. Иногда, может быть, тебе вообще непонятно, что происходит. Куда-то всё девается. Тиски зажимаются. Но ничего, у нас есть Слово Божие. В послании евреям написано, что возьмитесь за эту надежду, как за якорь. Вы знаете, надежда, она помогает прийти в вере. Когда ты надеешься, ты ожидаешь. Это открывает веру твою. Надейся, верь. Будет. Будет прорыв. Придёт ответ. Во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, благодарим тебя за финансы, которые ты даёшь нам. Благодарим тебя за то, что ты даёшь нам работы. Пусть будет навсегда посрамлена и постыжена издевательство дьявола над народом Божиим во имя Иисуса Христа. Пусть никогда не будет народ Божий трудиться для дырявого кошелька во имя Иисуса. Пусть вор, который воровал финансы, будет во имя Иисуса сокрушённый. Взгоняем вон тебя во имя Иисуса, ворующий финансы у народа твоего, Господь. Аллилуйя. Благодарим тебя, Господь. Благодарим тебя. И славим твое святое имя. Аминь. Вот все мы зайдём на гору Господа и войдём. Дом Бога якоблево. Вот все мы зайдём на гору Господа и войдём. Дом Бога якоблево. И выйдет закон Исиона. И Господне слово из Израиля. И Бог нас научит путям Своим, Чтоб ходили по стезям Его. Вот все мы зайдём на гору Господа и войдём. Дом Бога якоблево. Вот все мы зайдём на гору Господа и войдём. Дом Бога якоблево. И мы будем судить, кто народы обличать. Страны далёкие от нас прекратятся повсюду войны. И не будет никто воевать. Вот все мы зайдём на гору Господа и войдём. Дом Бога якоблево. Вот все мы зайдём на гору Господа и войдём. Дом Бога якоблево. И войдём. Дом Бога якоблево. И войдём. Дом Бога якоблево. Аллилуйя. Аллилуйя. Спасибо, левиты. Вы старались. Это значит много. Аминь. Это как в посте, да? Бывайте такой хороший пост, и так разозлишься. И думаешь, Боже мой, как вот так вот хорошо постился, и потом так разозлился. Но как вот так бывает? Или только у меня такое бывает? Кто не постился, тот не знает, о чём я говорю, да? Потому что когда прилагаешь усердие в одной сфере, бывает атака совершенно в другой сфере. Аминь. Хорошо, что Бог добрый и видит на самом деле. И оценивает, что усердие виновата. Меня враг не разу искушал. Говорил, что всё, пост твой щетим. Зря постился, потому что разозлился. Не зря. Не зря. Не зря. Лучше не злиться. Но даже если произошёл какой-то надрыв в эмоциях, вы знаете, это не значит, что пост был неправильный. Наоборот, хорошо, когда есть борьба, да? Все мы любим лёгкий пост. Но иногда бывает тяжёлый пост. А он, я думаю, результативен. Аминь. Иисус, помните, однажды молился, что у него потело, лицо потело каплями крови. Вот какая молитва. Это была не из тех молитв, которые идёт сама по себе, да? Есть такие молитвы, что, кажется, бы не останавливался бы. Да, пусть молился бы, молился бы до утра. А есть вот такая молитва, что каждая минута, как будто ты продавливаешь воздух какой-то, как будто стену какую-то пробиваешь. Вот так вот бывает. Но это, наверное, важная молитва. Поэтому Бог оценивает старания. Аминь. Хорошо. Откройте книгу «Деяния святых апостолов», вторую главу. 17 стиха. «И будет в последние дни, говорит Бог, «излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабынь моих в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать. И покажу чудеса на земле, на небе, вверху и знамения на земле внизу. Кровь и огонь и курение дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный. И будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Халилуя! Мы с вами поговорим о видении сегодня. О видении. Я не знаю, насколько вы понимаете, насколько вы даете отчет, что наша жизнь с вами очень сильно зависит от видения. зависит от того, как мы видим наше будущее, как мы видим себя в этой жизни. Вы знаете, что очень много людей живут, не понимая смысла жизни. Наверное, таких людей большинство просто не понимают. Они ищут себя. Они ищут себя. Они хотят что-то понять. Кто-то продается удовольствием. У кого-то нет возможности на удовольствие. Кто-то думает, что это дорогое удовольствие, жить ради удовольствия. Люди разную выбирают тропу в жизни. И одно дело, когда ты молодой, умный, способный, это один взгляд на жизнь. Другое дело, когда тебе доктора говорят, тебе осталось два месяца, это другой взгляд на жизнь. Представляете себе, такую историю слышал. Приходят люди на диагноз, проверят. Сделали им диагноз, проверили и вручают им их результаты. Одному сказали, слава Богу, у вас все хорошо. А другому сказали, у нас печально для вас новость. У вас, у вас совсем не стало немного времени. Месяца три, возможно, максимум. И вы знаете, какая была реакция у обоих этих людей? Тот, которому сказали, будешь жить, все тебе хорошо, пошел домой радуясь. Тому, которому сказали, тебе осталось три месяца, что случилось с ним? Он вдруг начал себя чувствовать плохо. Он вдруг застан был врасплох такой новостью. Как? Я не готов к тому, что у меня только три месяца осталось. Этот результат, который им огласили, очень сильно повлиял на них жизнь. В конечном итоге человеку, которому сказали, что ему три месяца, он три месяца и прожил. ему так стало плохо. Он начал готовиться к похоронам. Он начал думать о том, что надо все привести к порядку. И через три месяца его унесли. Впоследствии, что выяснилось, что доктора перепутали диагнозы. Представляете? А того уже нет. А тот, у которого правильный диагноз, он живет и больше трех месяцев, и выздоровел, и понятия не имел. Ошибка. Представляете себе? Ошибка, которая оказалась для здорового человека роковой. Почему? Потому что человек зависит от чего-то взгляда на свою судьбу. Ему сказали доктора. Я помню свидетельство одной нашей сестры, которую диагностировали с раком груди. Это был второй рак в ее жизни. Она один раз пережила исцеление, потом был у нее второй. Она пришла на проверку, и ей показывают снимки. Говорят, у вас рак груди. Она говорит, у меня рака груди нет. Не торопитесь, доктор. Меня нет. Они ей, как нет? Вы посмотрите на снимки. Вот снимки. Она говорит, я не знаю насчет снимков, но у меня рака груди нет. Конечно, произошел немаленький спор. Естественно, такого пациента доктора отправили домой с надеждой, что он пойдет к психиатру. Психиатр ему поможет. Ну, через месяц или полтора, там сколько, опять доктора звонят этому пациенту, как они считают, ненормальному, и приглашают придеть, и еще раз сделаем снимки, и еще раз убедим, они понимают, что теперь уже будет такой снимок, что уже не будет отказываться. Приходит она, делает снимок, и в доктор вот такие глаза. Он ищет рак на снимках и найти не может. Ищет, ищет, и говорит, не понимаю. Она говорит, что вы не понимаете? Ну, у вас был рак. Нет, у меня не было рака. Ну, вот видите снимки? Я говорю, я не знаю, чьи это снимки. Если вы это говорите, что это мои, это ваша проблема, но я здоров, потому что все мои болезни забрал Иисус Христос. Доктор пожал плечами. Что я могу сделать? Не понимаю. Есть вещи, которые мне непонятны. Вот снимки одни, вот снимки другие. Эта сестра сегодня живет и здравствует. Аллилуйя, слава Господу. Слава Господу. Вы знаете, как много зависит от видения, как ты видишь, как другие тебя видят и что они говорят о тебе. Вы знаете, интересно, что Слово Божие, сам Господь Бог не оставил нас с вами просто в невесомости. Когда я читаю о том, что будет происходить в последнее время, вы знаете, это сильно обнадеживает меня. Написано, в последние дни Бог будет изливать Духа Святого. Аллилуйя. Ты готов к излиянию Духа Святого? Ты готовишься к излиянию Духа Святого такого, какого еще народ не видел на земле? Вы готовы, церковь, к тому, чтобы Дух Святой изливался такой мерой, которую не слышали мы, мы не читали еще и не видели? Так будет изливаться Дух Святой. Аллилуйя. Мы готовимся к этому? Я надеюсь, потому что в моей Библии написано, Бог говорит, излию от Духа Моего на всякую плоть. И будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемые будут. Знаете, есть много таких пророческих, так сказать, взглядов на церковь. Один из них это взгляд, который основывается на словах из Евангелия, по-моему, от Матфея, где написано, что сын человеческий пришел, найдет ли веру на земле. Вы слышали, да? Есть такой пророческий взгляд на церковь, что церковь к моменту прихода Иисуса Христа будет по крупицам где-то существовать в подполье, какие-то там искренне верующие бабушки и дедушки будут где-то верить в Бога, там про себя, о них никто не будет знать, никакого влияния они на мир иметь не будут, и сын человеческий придет, будет искать избранных. Найдет ли веру на земле? Есть такой взгляд. Есть такой пацифистский взгляд, бездеятельный взгляд, подпитываемый теорией предопределения, что я имею в виду, есть такая теория предопределения, которая говорит, что кому надо, тому Бог спасет, не надо евангелизировать, не надо идти на улицы, не надо убеждать, не надо переубеждать, не надо ни за кого посты брать, не надо ни за кого сражаться, не надо никого вымаливать, не надо никого отстаивать, не надо никого стучаться, кого надо, Бог спасет сам. Ересь, ересь, не соответствующая Библии, потому что в моей Библии написано, и так идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Аллилуйя! проповедуйте, это не призыв евангелиста только, у евангелиста просто особенное помазание, но это призыв каждому верующему, идите и проповедуйте Евангелие всей твари, и той твари, которая слушать не хочет. Аминь! Тем более тем, кто хочет, но и тем, кто не хочет, тоже проповедуйте. Скажи, Твоем, проповедует, тот нуждается в излиянии Святого Духа. Кто хочет возвещать, кто чувствует ответственность возвещать, тот чувствует необходимость в свежем присутствии Духа Святого в своей жизни. Аминь! Как Моисей говорил, если ты не пойдешь, не выводи. Дух Святой, если ты не пойдешь на венализацию, я не пойду. Я хочу идти с Евангелием и хочу с Духом Святым преподносить Евангелие. Это ответственность. Но есть такой взгляд сегодня в церкви, к сожалению, такой взгляд, который парализует, деморализует церковь изнутри. И церковь занимается самообслуживанием, самосохранением, самозащитой, очищением, освящением, тому подобными хорошими вещами. Но мы уходим от главной пророческой мысли, о котором говорил апостол Петр, цитируя пророка Иоиля о последнем времени. Если мы будем веровать, что Иисус найдет ли веру на земле, мы первыми будем исполнителями этого пророческого видения. Мы сами будем входить. И мы сами скоро станем людьми, у которых еле вера есть. Понимаете? Если мы будем этого держаться, если мы это будем продвигать, мы же станем первыми жертвами этого видения. Поэтому взгляд Божий, который открыт в Слове Божьем, вернейшем пророчковом Слове, написано, что Бог будет изливать Духа Своего в последние дни. Аллилуйя. Вы знаете, что церковь без Духа Святого, это как машина без бензина. Это точно. Верующий без Духа Святого, это как мазоцикл незаправленный. Он красуется, он блестит, вы его можете натирать, вы можете его полишевать, но он не делает главного. Он никого никуда не везет. Поэтому мы должны нуждаться в Духе Святом. Мы должны верить в это пророческое Слово. Это должно открыться нам. Если мы веруем, то мы соответственно и ожидаем, настраиваемся. Вы знаете, самая страшная категория неверующих людей, это верующие неверующие. Это верующие люди, которые уже ничего не ждут и не верят, что что-то может измениться и произойти. Вы понимаете, что мы люди, которые призваны Богом верить в невозможное, верить в сверхъестественное. Мы призваны к этому. И для этого нам в поддержку дается Дух Святой, потому что все сверхъестественное в жизни верующих людей делается силою Святого Духа. Мы не знахари, мы не целители, мы не какие-то там титулированные третьем роду, какие-то там особенные ясновидящие, мы простые люди, исполненные непростою силою Святого Духа, поэтому неважно какое твое прошлое, зависит только от наполнения Духом Святым твое будущее. Аллилуйя! Божий взгляд, тебе интересен Божий взгляд? Как Бог вообще видит? Вот на тебя смотрят люди и они что-то видят, правильно? помню, это было наверное 20 лет назад после одного служения я был сильно физически уставший, вот физически просто уставший, я не помню, или у нас была конференция какая-то несколько дней, и это уже было последнее служение, я уже еле на ногах стоял, и помню после служения подходит ко мне женщина и говорит, вы знаете, я специалист высокой категории, я смотрю на ваше состояние, вы один шаг от смерти, вы бледный, вы очень больной, вы слышите меня, я вам это говорю как знающий человек, у вас такой истощенный вид, вам нужно срочно к доктору провериться, и я стою, вы знаете, начало грузить меня, грубо говоря, рассказывает мне, рассказывает мне, рассказывает, я стою, и знаете, что происходит в это время, мне становится хуже, и хуже, и хуже, она мне рассказывает, я там такой-то, я там такой-то, я там, и не просто, а конкретно, не просто самозванец, а какой-то там медицинский доктор там закончил образование там, все нам на своем месте, и мне рассказывает, сколько мне осталось, как я себя чувствую, и странно, я стоял, слушал, слушал, и вы знаете, так настойчиво, это как будто меня, только что физически, меня так не держало, но вот так, что ни вправо, ни влево, я стоял, слушал, слушал, чувствую, что мне так хуже просто, встает от этого всего, стою, думаю, сейчас упаду точно, и она скажет, вот видите, я говорил, я права, представляете, я реально начинаю себя, и я выслушал ее, выслушал, и сказал, это всего лишь ваше мнение, и мне легче стало, понимаете, это всего лишь ваше мнение, мнение специалиста, с дипломами, обоснованное, но всего лишь ваше мнение, слушайте, это же не единственное мнение, потому что у Бога по поводу того, что я прохожу сейчас, совершенно другое мнение, представьте себе, 20 лет назад это было, и знаете, я вот так еду домой после этого, с одной стороны, ободрился, думаю, смотри, это какая-то моя атака, а вторая мысль, нет, пойди проверься, может, тебя Бог предупреждает, может, ты реально заболел, может, тебе какая-то смертельная болезнь, ведь же просто так же не будет говорить, оказывается, будет, и вы знаете, а может, я и был, я и не знаю, и знать не хочу, и по севедению не знаю, что там было, знаю, что был уставший, перетомленный, но понял одну простую вещь, все хотят твое состояние повернуть на свой лад, все хотят себя заправить своим бензином, понимаешь, есть бензин хороший, есть очень хороший, а есть такой, что машину сломаешь этим бензином, он тоже бензин называется, его тоже иногда продают, и машина нам едет, так вот, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, и встает. Видение это взгляд или мнение. видение, это способность видеть свое будущее. Вы знаете, я не помню точную статистику, сколько процентов людей, которые живет каждый день, я не помню, по-моему, больше половины, процентов 60, наверное, постоянно живут с мыслью, что они могут смертельно заболеть. Они чуть ли не каждый день думают об этом. я не помню, что на статистику попадало мне где-то или 60, или 80 процентов. Каждый Божий день они думают о том, что они могут смертельно заболеть, или боятся смертельно заболеть. Они думают об этом каждый день. Скажите, а что вы можете сделать, чтобы не заболеть? А что вы можете сделать, чтобы не заболеть? Вот конкретно, что можно сделать, чтобы не заболеть? Только не хотеть? И все? А руки мыть? А правильно питаться? А воду фильтровать, чтобы тело твое фильтром не стало? Знаете, много всяких вариантов, которые люди предлагают. И некоторые из них, они практичны и логичны. Но интересно, но интересно, что большинство болезней, которые сегодня атакуют людей, они являются результатом не неправильного питания, они являются результатом неправильно эмоционального состояния. Неправильно эмоциональном состоянии. Состояние души. Состояние разума. Состояние видения. Смотрите, Божий взгляд на церковь последних дней. Видение, оно определяет наши действия. Оно определяет наш духовный заряд. Оно определяет нашу духовную энергию. Оно определяет нашу ревность, если можно так сказать, или наше ревение. Божий взгляд на церковь последних дней. О том, что в церкви будет движение Святого Духа. Аллилуйя. Это меня очень радует. Второе, что церковь последних дней, истинная Божья церковь последних дней, в которой будет оперировать Дух Святой, это будет церковь троих поколений вместе взятых. Вы читаете внимательно пророчество? Первое, о ком идет речь? О юношах, да? О молодых людях. Потом идет речь о стариках. И потом еще речь идет о тех людях, по отношению к которым одни молодые, другие старые. Слышите? Три поколения. Вы знаете, меня беспокоят некоторые пробуждения современные, которые говорят, что у нас так движение Духа Святого, что у нас только одна молодежь. Или там одни только бабушки. Вы знаете, это не Божье разделение, это человеческое разделение. Потому что Божье, смотрите, как ясно здесь написано, есть определение у Бога для молодых людей, есть определение у Бога для средних возрастов, и есть определение у Бога для старших возрастов. Аллилуйя! И это Божье видение о церкви. И пусть никто никого не обманывает. Пусть никто никуда не уводит ваш взгляд и ваше понимание, что со стариками никуда не зайдешь. Что нас старики не важны уже в церкви. Нам важно, чтобы только молодежь была. Нам важны все в церкви. И молодежь, и средний возраст, и старший возраст. Все ценные пред Господом. Аллилуйя! Духа Божьего хватит для всех возрастов. Аминь! Аллилуйя! Это очень важно видеть. Очень важно видеть необходимость. Дети наши, послушайте меня, родители, это большая ответственность, большую разницу играет, как мы видим, если вы думаете, что ваши дети вырастут и сами выберут Бога, и вы не приложите максимум усилий, чтобы повлиять на них выбор, вы не соответствуете Писанию. Потому что Писание показывает, что в Доме Божьем все возраста, дети, взрослые и люди преклонного возраста, они себя в Доме Божьем, наполненным Духом Святым, где излияется помазание Святого Духа, чувствуют себя комфортно, это их дом. Излияние Духа Святого будет для всех поколений. Аллилуйя! Одна из самых больших слабостей или немощей в современной церкви, то, что каждое поколение служит Богу по-своему и часто непонятным образом для другого возраста. Вы заметьте, да, какое происходит разделение очень часто в церквях? То, что происходит на молодежном, родители не интересуют. Родители «Аллилуйя! Слава Богу! Где твой сын? Где твоя дочка?» На молодежном. А что они там делают? А они там Богу служат. Даже не интересуются. Интересуйтесь. Интересуйтесь. Спрашивайте. Детей отправили в воскресную школу. А что они там изучают? А там их учителя чему-то учат Богу служить. Интересуйтесь. Интересуйтесь. Должен быть интерактив, должно быть совместное служение Господу. Молодежь не интересуется, чем живут люди пожилого возраста в церкви. Это плохо. Интересуйтесь. Излияние Духа Святого включает взаимодействие всех возрастов. Вы знаете, молодым людям нужны вот эти сновидения старших людей вразумляемы Господом. Чтобы они вам что-то сказали, молодежь. Вы меня слышите? Много здесь или мало? Но вы знаете, что происходит? Мало то, что в миру в церкви похожая система. Люди по возрастам. Общение по возрастам и служение Богу по возрастам. Это нездоровая тенденция. Людям зрелого возраста, людям старшего возраста необходимо чувствовать этот молодежный заряд видений и пророчеств. Знаете, чем горит всегда молодежь? Чем-то новым, чем-то свежим. Да? Хорошо? Аминь. Юноши будут видеть видение. Людям старшего возраста нужно иметь connection, иметь вот эту связь. Почему? Потому что можно потерять энергичность и стать инертным человеком, доживать. таким, знаете, духовным пенсионером жить на заслугах прошлого. О, я вспоминаю, как Бог действовал в наши времена. Вы знаете, у нас церковь сравнительно молодая, поэтому у нас, может быть, не совсем к нам уместен пример этот, но в других церквях, где люди там в втором, третьем, четвертом поколении верующих, там очень много могут рассказывать старшие люди о том, как когда-то Бог действовал. А как вчера Он действовал, как полгода назад Он действовал, нечего рассказать. что-то потеряно, и это печально. При этом происходит разрыв в отношениях между поколениями. И он создается искусственно. И если мы осознанно не будем этому противостоять, оно не произойдет автоматически взаимопонимание. Мы должны направить на это наши ресурсы, наши возможные ресурсы, преодолевать вот это разделение, чтобы нам вместе, едиными устами славить Господа Бога. Аллилуйя. Очень часто молодежи неинтересен, так сказать, старческий взгляд на духовные вещи. Они уже старые люди, не понимают нас, молодых. Откуда это идет, скажите, из Библии? Откуда это идет? Это из Писания идет? Или это внешнее влияние, дань моде этого мира? И мы незаметным образом попадаем под это влияние. А они там, не они там, а Церковь Божия должна быть единой. Аминь. Аллилуйя. Старшим людям, которые получают вразумление, некому рассказывать об этих вразумлении. Вы понимаете, какая проблема происходит, когда происходит разделение? Старших людей, людей старшего возраста, у них очень, какая память хорошая, кто мне подскажет? Лонторм, да? Да. А зачем у них Бог так дал, что у них хорошая эта память? Они очень много полезных вещей могут рассказать молодым людям. Но молодые люди не слушают. Некогда, молодым людям не интересно. Ой, бабушка, бабуля, да что ты сейчас мне рассказываешь? Ты знаешь, у меня будет все по-другому. Это у тебя такая история. Ты вышла замуж не по любви, родила не хотела, а у меня будет все по-другому. Я современная красавица, я выйду замуж за кого хочу, он меня будет любить, на руках носить, цветы дарить, и у меня будет счастливая жизнь. А ты, бабулька, не рассказывай мне своих историй. А я вам скажу, что у старших людей есть, что рассказать молодым людям. У старших людей есть сильнейшие свидетельства, особенно у тех людей, которые в здравом уме и в помазании Духа Святого живут свои зрелые годы. Они принесут много стабильности в церковь Божью, и на личном уровне есть что послушать. Знаете, я был на молодежном у нас, когда был Иосиф Степанович. Скажите, какое классно молодежно было, да? Так сидели, все слушали, так необычно было, так было приятно, что молодежь слушает старшего человека. Это так редко сегодня. Сегодня мы приглашаем новоиспеченных успешных людей. Вот там какой-то футболиста, баскетболиста придет, он расскажет, там выбрали миссис, она расскажет, как хранить себя в чистоте. Хорошо, пусть расскажет, но пусть расскажет та, которая жизнь прожила, когда она падала, вставала, пережила прощение, и она сегодня, после всех то, что было в нее вещей, она сегодня наполнена Духом Святым и Мудростью Божьей, у нее так много чего сказать. Но у нас сегодня не создают условия, чтобы они сказали это. У нас сегодня условия, знаете, для тех, кто на виду. Это будет меняться. Аллилуйя. Старшие люди, у вас есть, что сказать, говорите, ищите возможность сказать молодежи. Проситесь у молодежного пастора, скажите, я хочу прийти и поделиться на молодежном. Не стесняйтесь. Приходите и скажите, у меня есть что сказать молодежи. И пусть молодежь слушает. Только говорите помазанные вещи. Говорите откровения Божьи, вразумления Божьи. А то такие скромные. А меня молодежь не станет слушать. Еще как будет слушать. Если это слово помазанное, будет слушать. Но ты не стоишь пред Богом, не нуждаешься. Ты уже на пенсию записался. И получается в нас старики учат стариков, взрослые учат взрослых, молодежь учит, молодежь, дети учат детей. Вот. И чего мы достигнем? Скажите, как мы придем в меру полного возраста Христова, если у нас учителя по возрасту. Именно помазание Духа Святого и сверхъестественное присутствие Бога среди народа, оно смывает эти границы возрастные. Я вам скажу, вот этих две недели, которые я пообщался с Иосифом Степановичем, знаете, я просто летал. Я просто породился мыслью такой, знаете, я себя абсолютно не чувствовал, что есть дедушка рядом. Мы вот с Ним просто, знаете, просто, искренне, открыто, не чувствуется никакой разницы в возрасте, когда ты разговариваешь об откровениях Божьих, когда ты разговариваешь о делах Божьих, о желаниях Божьих, о целях Божьих, о видениях Божьих. Не чувствуется, что разговаривают каких-то два разных уровня. Так просто, так хорошо, так приятно. Не охота расставаться, всегда мы как бы вместе. Почему? Потому что там помазание Божие. Там присутствие Божие. Это хорошо общение на каждом своем уровне, но если мы смотрим на Божий взгляд, то Божий взгляд подразумевает переступание через вот эти возрастные, изменяясь, пределы, перегородки, настроенные. Понимаете? Откройте книгу Еремии, 31 главу. Речь идет о восстановлении Израиля, и я думаю, что она имеет в виду также и восстановление и Церкви, как народа Божьего. С третьего стиха, 31 глава Еремии. Издали явился мне Господь и сказал, Любовью вечно я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева. Снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся. Снова разведешь виноградники на горах Самарии. Винограды, которые будут разведить их, сами будут и пользоваться ими. Ибо будет день, когда стражи на горе Ефремовой провозгласят, вставайте и взойдем на Сион Господу Богу нашему. Ибо так говорит Господь. Радостно пойте о Биакове и восклицайте пред главой народов. Провозглашайте, славьте и говорите. Спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Что мы делаем в каждое служение? Молимся об Израиле. Аминь. Это не наша самодеятельность. Кого-то, может быть, это достает, раздражает. Почему? Каждый раз. Потому что здесь написано, чтобы мы это делали. Провозглашайте, славьте и говорите. Спаси, Господи, народ твой, остаток Израиля. Вот я приведу их из страны Северной и соберу их с краев земли. Слепой и хромой беременной и родильницей вместе с ними великий сон возвратится сюда. Что исполнилось, да? Во время нашей восстановилась страна, которой не было 2000 лет. Восстановилась. А кто это сделал? Сионисты сделали. Политики сделали. Сильные мира сего сделали, да? Ага, сделаю. Бог сделал. Послушайте. Это вот предсказано. И они пошли со слезами, и я поведу их с утешением. Поведу их близ потоков, вот дорогу ровную, на которой не споткнулся. Ибо я отец Израилю, и Ефрем первенец мой. Слушайте слово Господне народы и возвесите островам отдаленными. Скажите, кто рассеял Израиля, тот и соберет его, и будет охранять его, как пастырь стадо свое. есть ли на земле более охраняемая страна, чем Израиль на сегодняшний день? Есть ли на земле страна более охраняемая, чем Израиль? Я не знаю, по крайней мере. Ибо искупит Господь Якова и избавит его от руки того, кто был сильнее его. Вообще, Израиль это чудо, да? Против всякой логики существует, потому что враги его много-много раз сильнее и крупнее. И ничего не могут сделать. Почему? Потому что Америка поддерживает Израиль? Потому что Бог поддерживает его. Аллилуйя. И придут они, и будут торжествовать на высотах Сиона, и стекутся к благостыне Господа, к пшенице и вину и елею, к агнцам и валам, и душа их будет, как напоенный водой усад, и они не будут уже более томиться. Тогда девица будет веселиться в хороводе, и юноши и старцы вместе. Слышите? Юноши и старцы вместе. Юноши и старцы вместе. Видите, какая Божья цель? Какой Божий взгляд? Какое Божье видение? И изменю печаль их на радость, и утешу их, и обрадую их после скорби их, и напитаю души священников туком, и народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Очень сильное пророчество вообще в отношении Израиля и Церкви. Прогрессивное такое пророчество. Речь идет о возвращении и о том, что будет происходить во время возвращения и впоследствии. Девица будет веселиться в хороводе и юноши, и старцы вместе. Это произойдет. К этому все идет. Это сделает излияние Святого Духа. Отчего они будут в хороводе, скажите? Отчего им так будет весело, скажите мне? Отчего им так будет радостно, скажите? Отчего они будут хороводы крутить? Отчего? Отчего, потому что присутствие Бога будет среди них. Излияние Святого Духа будет за этими хороводами. Аллилуйя! Не отсутствие проблем и врагов будет причиной ихних хороводов, а присутствие Всемогущего в Духе Святом, излитом среди них, будет произведить вот эту радость. Аминь! И будут вместе все возрасты, разные возрасты вместе будут пред лицом веселиться и радоваться. Аминь! И напитаю души священников туком. И народ мой насытится благами моими, говорит Господь. Что значит напитаю душу священников туком? Что символизирует тук? Аминь! Помазание! Помазание, которое укрепляет душу, что священники, служащие Богу, не будут служить от собственных сил. Потому что, когда человек служит от собственных сил, он служит на краю срыва. Он готов, он чувствует, вот-вот сорвусь, вот-вот-вот. А когда человек служит в помазании, он не может остановиться. Он готов еще, и еще, и еще, и еще. Люди, которые служат по помазаниям, они не знают, что такое бурнаут. Аллилуйя! Сегодня всяких учений таких много, чтобы не бурнаут, чтобы не перегореть для Господа. Друзья дорогие, как можно под помазанием перегореть? Как? Как? Где это описание, что можно? Перегораем, когда своей силою, наших сил намного не хватит, наш энтузиазм рано или поздно закончится, а его помазание не заканчивается никогда. Его источник Божий, плоток полон воды. Аллилуйя! Это очень важно. Понимать, что служение в последнее время, это не будет служение собственных усилий. Это будет служение, присутствие, помазание Господа для каждого поколения, для каждого возраста. Аминь. Аминь. Итак, как мы видим наше будущее? Как мы видим наше будущее? Лично, нашей церкви, страны. Как мы видим вообще будущее? Как можно видеть будущее? Вы знаете, это очень серьезный вопрос. Вы знаете, когда был финансовый, как это назвать правильно сказать, финансовый бум, или как это было, когда была финансовая волна, когда люди зарабатывали деньги, подъем был финансовый. Был финансовый подъем, я вам скажу, что у верующих было столько денег, что можно было профинансировать пробуждение до края земли. Вы согласны? Если взять те деньги, которые верующие впоследствии проиграли, пролетели, то этих денег бы хватило бы, знаете, не было бы сегодня церкви на земле, где не было бы молитвенного дома, большого или маленького. Хватило бы все. Но когда был финансовый бум, знаете, о чем думали верующие люди? Не о пробуждении. Не о пробуждении. А о чем? О том, чтобы от малых денег перейти к большим деньгам. Люди потеряли видение Господнее и увлеклись видением, которое навязали им финансовые эксперты. Люди начали думать по-другому. Вдруг люди, которые никогда с бизнесом не имели никакого отношения, вдруг стали бизнесменами. Тема пошла. На волну сели. На волну закончилась и бизнес закончился. Опять пошли туалеты мыть. Опять пошли, с чего начинали. А где деньги? Пришли и ушли. начались и закончились. А Бог никогда не заканчивается. Вы знаете, что наши деньги, наше имущество, я и мой дом мы будем служить Господу. Аллилуйя. Вы знаете, только никогда не думайте, что вы начнете служить Богу, когда у вас появится для этого достаточно денег. Я вам советую, если вы хотите Богу служить, начинайте сегодня. Сегодня самый лучший день служить Богу. Не начинайте завтра, с сегодняшнего дня. Подумайте, что еще можно до 12, сделать во славу Бога и сделайте, если вы серьезно хотите служить Богу. Аллилуйя. Найдите хоть одного человека, ободрите его до 12 часов, скажи, жив Господь. Аллилуйя. Не ждите завтрашнего дня, сегодня служите Господу, если вы серьезно Его хотите служить. Я слышал много красивых таких идей. Скоро начнем служить Богу. У меня есть один человек, знакомый, который говорит, к 40 годам я буду финансово независимым человеком, я выйду на американскую пенсию, и я буду тогда служить. Мне не нужно будет делать сборы, мне не нужно будет никого просить о финансовой поддержке, я буду сам финансово стоять на ногах, и я буду служить. Знаете, что-то не вижу, что это будет работать. Красивые слова звучат красиво, но плод не от наших фантазий и не от наших желаний, плод от откровений, которые Бог дал тебе, которые соответствуют Писанию. Аллилуйя. Не так, как мы видим наше будущее. От чего оно зависит? Первое. Будущее зависит от прошлого. Вы согласны? Никто не может этого изменить. Будущее зависит от прошлого. Если у вас за плечами 60 лет, то ваше будущее зависит от вашего прошлого. Вы согласны или нет? Ваши следующих 20 лет зависит от прежних 60, которые вы прожили. Никуда не денешься. Будущее зависит от прошлого. Это один вариант. я не говорю, сюда можно еще включить, добавить всякие проклятия и прочие вещи, грехи, которые посевы мы делали, которые мы будем пожинать. То есть, это библейский принцип, да? Что будущее зависит от прошлого. Второй вариант. От чего зависит будущее? будущее зависит от настоящего. Зависит будущее от настоящего или нет? От того, что именно сейчас вы делаете, зависит будущее. Зависит или нет? Зависит. Конечно, зависит. Очень много зависит в будущем от того, что вы делаете именно сейчас. Итак, будущее зависит от прошлого и будущее зависит от настоящего. Но больше всего будущее зависит, знаете, от чего? Оно зависит от Слова Божьего. Больше, чем зависит от прошлого, больше, чем зависит от настоящего, будущее наше с вами зависит от Слова Божьего. Вот почему мы читали с вами, что сыны ваши будут пророчествовать. Кто из вас знает, что жизнь и смерть во власти языка? Я помню, лет мне было, если не 13, то 15, не больше. Я помню, была такая передача в Советском Союзе, христианская передача «Полевая почта юности», которую наши доблестные сотрудники глушили. Ее можно было с трудом прослушать на коротких волнах сквозь глушилки. И была передача такая. Две молодые девушки написали письмо и просили объяснить неверующие. Написали письмо на радиостанцию, и они это письмо читали. Суть этого письма сводилась к тому, что пишет уже одна, описывает состояние, что они там с подругой год или два назад пошли к цыганке, чтобы она им сказала будущее, чтобы она им сказала их женихов, они там дожили с парнями в это время, и чтобы она им сказала, выйдут они за них замуж, не выйдут, короче, пошли они к ней. И эта цыганка посмотрела, взяла с них деньги, посмотрела на их руки и говорит, «Милые мои, милые мои, милые мои, порадовать вас ничем не могу». У вас нет будущего. Вы очень скоро умрете. Вам не надо ваши женихи. Представляете себе? А им было по 19 или 18 лет. Она говорит, «Сори, ничего не могу сказать про ваших женихов, потому что у вас будущего нету. Вы скоро умрете одна за другой. Не пройдет год, и вы покинете эту землю». И сначала уйдет одна, потом уйдет другая. И она буквально сказала даты или расстояние там, что после смерти первой, через два месяца вторая помрешь. И все. Сказал, «До свидания. Не надо вам ваши женихи». Молодые девчонки, хи-хи-ха-ха-ха-ха, посмеялись, дурочка какая-то цыганка. Вообще непонятно, короче, рассиделись, посмеялись и пошли. И вот эта вторая пишет письмо после того, как умерла первая. Когда первая умерла, вторая пишет на эту радиостанцию письмо. «Пожалуйста, есть ли мне спасение?» Потому что мы смеялись. Мы хихикали, мы думали, это шутка, но моя подруга уже в вечности. Приближаются дни, и я чувствую, что меня тянет. Я чувствую, что я не доживу до того дня, по которому она определила мне жить. «Я, наверное, умру пораньше». И она пишет письмо туда, можно ли каким-то образом отменить это. Представляете себе, жизнь и смерть во власти языка. Вам женихи не нужны, вы долго жить не будете. Представляете себе, какую силу имеет слово «слуги сатаны». Какое сильное слово. И я помню, когда служители на этой радиостанции начали молиться и разрушать силу колдовства и духа смерти над этим лжепророчеством. И они проповедовали слово Божье, предложили ей молитву покаяния. Это все через приемник. Мне очень интересно было бы услышать, когда-нибудь продолжать эту историю, я не слышал. Но вот он, жизненный пример. Сила слова колдовского определила судьбу людей. Скажите, а сила Божьего слова может определять судьбу людей? Божье слово может определять нашу судьбу? А что мы знаем, как это слово нам судьбой определяет? Вы знаете, мне надо такое впечатление, что мы так мало знаем о силе Божьего слова и его влиянии на лично нашу судьбу. Если сила колдовства такая сильная, что она может в могилу человека загнать через год после сказанных слов, то насколько сила Божьего слова, сила воскресения, сильно изменить нашу жизнь больше, чем наше прошлое и настоящее в отношении будущего. Сила Божьего слова. Сила откровения. Вот почему Бог говорит, что будут ссыны пророчествовать, говорить Божье слово в свою судьбу и в судьбу других людей, чтобы дать направление жизни такой, которое написано в Писании. Судьба человека от Господа, не от прошлого и не от настоящего. Аллилуйя! Какую судьбу ты хочешь? Ты хочешь судьбу от прошлого, ты хочешь судьбу от настоящего или ты хочешь судьбу от Господа? Сколько сегодня молодых людей заняты поисками своих партнеров, выходом замуж, выходить замуж начинается с 13 лет. Уже ищут, чтобы меня взяли, чтобы не пропустить своего любимого. Друзья дорогие, слушайте меня, молодежь, не ищите любимого, не ищите Господа, и найдет Он вам любимого, приведет Он вам, и поставит перед вами. Аллилуйя! И жить будете, и радоваться будете, и исполните волю Божью, с тем, которую Он приведет в вашу судьбу. А найдете, то будет, как в пословице сказали. Видели очи? Бачили очи? Что куплялый? Понимаете, как мы, мы как стадо ходим, ищем, где мой жених, где мой возлюбленный, в то время, когда мы Господа должны вот так вот искать, где мой возлюбленный. Почитайте песни-песней, как церковь ищет Господа, как возлюбленная ищет любимого своего, этого откровения, этого помазания, этой судьбы, Божьей судьбы для меня. Вот ищу его с раннего утра. Хочу исполнить волю Божью. Аллилуйя! Молодые люди, взрослые люди, старшие люди, ищите Господа, чтобы исполнить волю Его, независимо от возраста. Аллилуйя! Потому что у Бога нету тех, которые еще слишком молодые, и у Бога нету тех, которые уже негодные. У Бога все достойны, чтобы быть использованными и употребленной силой Святого Духа. Аллилуйя! Аминь! Давайте встанем. Мы будем молиться. Я хочу молиться, чтобы наша жизнь зависела от слова Божьего. Лучше, чем от прошлого, лучше, чем от настоящего. От слова, исходящего из уст Божьих. Не просто от пророческого слова, которое было 20 лет назад. Да, оно не потеряло силу, оно имеет смысл, оно дает направление жизни, но Бог говорит каждый день и слушает раб Господен. Аминь! Шмай Израэль! Слушай, Израэль! Кого слушать? Чего слушать? Бога слушать! Почему? Потому что в Его словах направление жизни. Направление будущему. Аминь! Халлилуйя! Вы помните историю, связанную с одним из величайших людей Библии? Историю Иосифа, помните? Который видел видение, которому дал направление в жизни, которому Бог показал, как Его родные братья поклоняются Ему. Он этого не искал, Он этого не хотел, Он к этому не рвался. Просто Божье было такое определение, помните? И был вот момент в жизни, истории Иосифа, когда Его посадили в глубокую яму. Он в этой яме сидел. И что Он нам делал, скажите? Что Он там ждал в этой яме? Какое будущее у Него было в этой яме, скажите? Отчего зависело будущее Иосифа в этой глубокой яме? Я не раз думаю, о чем думал Иосиф в этой яме. К чему Он готовился в этой яме? Если у Него был бы стаканчик водички или бутылочка, Он бы, наверное, распределял бы ее там, да? По чуть-чуть, чтобы в этой яме продержаться подольше. Но поймите, есть такие ямы, из которых под ними только Бог. И я думаю, Иосиф в этой яме думал. О чем он думал? Он думал о видении. Он думал о том откровении, которое Бог ему дал. Я сегодня в яме. Я сегодня не вижу, как я с нее выберусь. Но ты, Бог сказал, что мои братья будут в день, придут и поклонятся мне. Вообще не стыковка. Я выбираю верить твоему слову. Вы понимаете, как часто мы оказываемся в таких ямах, в которых не стыковка. Слово Божье говорит в нашей судьбе одно, а обстоятельства совершенно другое. С чем мы соглашаемся? Мы собираемся доживать в этой яме или мы держимся обетования? Мы верим в Слову, что Бог поднимет и то, что Он сказал о нас, оно случится, оно произойдет, независимо, насколько глубокая яма, в которой сегодня сижу я, в которой посадили меня собственные, может быть, братья. Каким будущее казалось Иосифу с этой ямы, скажите? Он, наверное, думал, только выбраться бы с этой ямы. Только бы выбраться с этой ямы. А дальше уже как будет? Это видение. Видение, которое от Господа сверхъестественное, которое не зависело от мнения, реакции и заключений братьев. Видение от Господа. Оно сотворило судьбу Иосифу. В самой глубокой яме есть надежда. В самой глубокой яме есть Слово, дающее надежду. В самую глубокую яму Бог пойдет с тобою, если ты держишься Его всем сердцем. Аллилуйя. Вы знаете, что в яме Иосиф был не один. Он был с откровением. Он был с сведением. Поэтому к этой яме пришли люди, которые его оттуда достали, которые выполнили волю Божью, не зная об этом ничего. Ямой не заканчивается у Бога. Вы меня слышите, церковь? Ямой не заканчивается. Народ Божий – это народ надежды. Мы можем иметь разные этапы, но наш взгляд должен быть взглядом Божьего Слова. И если ты смотришь на себя, не смотри глазами соседки, не смотри глазами родственников, смотри глазами Бога. Это самый правильный взгляд на свою жизнь, когда ты видишь себя, как видит тебя Бог, и соглашаешься с этим, возможно, в противовес обстоятельствам, которые тебя окружают. Аллилуйя. Я не знаю, сегодня ты в яме или ты на горе. Я не знаю, на каком ты этапе жизни. Но я призываю посмотреть на свою жизнь глазами Бога. Каким Бог видит тебя? Для чего Бог дал тебе сегодняшний день? Для чего тебе Бог дал сегодняшнюю ситуацию? Почему Бог тебе допустил пройти в такую ситуацию, в которой ты сегодня здесь? Почему ты проходишь то, что ты сегодня проходишь? Ты можешь разочароваться, а ты можешь сказать, Господь, я слава тебя, я пройду этот этап. Достойно. Халлилуйя. Я ни грамм не удивлюсь, если Иосиф в этой яме пел песни. И на эти песни, наверное, и пришли эти караваны. Потому что, если бы там спал, вряд ли кто-нибудь узнал бы, что он там в яме. Он там, наверное, так славил Бога. Пел ему от всего сердца, и не берег энергию, чтобы ему надольше в яме хватило. Он славил его от всего сердца. Они думали, вау, слушай, кто там, что там за звуки? Пришли именно к нему. Каким-то образом они к нему пришли. Халлилуйя. Бог твой знает тебя. Бог твой помнит тебя. Бог твой не оставит тебя. Бог не оставит тебя. Бог помнит тебя. Бог знает, что ты проходишь. Бог знает, что ты сегодня здесь. Бог знает твои чаяния. Он знает твои разочарования. Он знает твою веру. Бог воздает тебя. Халилюя. Халилюя. Может быть, ты не видишь смысла, а Бог видит смысл. Может быть, ты не видишь выхода, а Бог видит выход. Может, ты не знаешь, как оно будет, Бог знает, как оно будет. Халилюя. Сможешь ли ты довериться Богу? Сможешь ли ты поверить в Богу? Сможешь ли ты поверить так, как Он сказал, что будет? Сможешь ли? И нам легко верить в негативное. Вы заметили, да? Нам очень легко верить в негативное. Если нам придут и скажут, что ты через месяц умрешь, нам несложно поверить в это. Но если придут к больному, которому месяц осталось жить, скажут, нет, ты умрешь, ты будешь жить еще 20 лет, он будет месяц бороться с мыслями. Да нет, не может быть, мне сказали, что я умру, как же я буду жить? Нам легче верить в негативное. Слово Божье позитивное, поэтому немногие люди верят в Него. Слово Божье позитивное. Слово Божье, это самый лучший позитив, который есть на этой планете. Слово Бога о тебе. Халлелуя. Бог говорит, только я знаю намерение, которое я имею у вас, чтобы дать вам будущность и надежду. Халлелуя. Халлелуя. Может быть, ты сегодня думаешь о будущности своих детей. Может быть, она тебе кажется бесперспективной. Может быть, тебе трудно представить их проповедующими Евангелие. Ты думаешь, хоть бы спаслись. Не хоть бы спаслись. Еще служить Богу буду так, что удивляться будешь. Халлелуя. Почему? Потому что Бог это будет делать. Халлелуя. Ты будь верен сегодня. Ты будь верен Господу. Халлелуя. Никто из нас еще никого не спас и не спасет от спасения от Господа. Халлелуя. И Бог знает, как добраться до каждого сердца. Халлелуя. А наше время выстоять в вере столько, сколько надо. Амин. Отец, мы поднимаем к Тебе наши руки. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что есть Слово Твое. Отец, мы не видим будущего, Господь, кроме как Твоего, Господь. Потому что наш взгляд, Он, Господь, часто бывает сутлив, зависим от обстоятельств, от настроения, Господь. Но есть Твое Слово, есть Твой взгляд. И мы сегодня избираем, Господь, Твое Слово, Господь. Избираем Твой взгляд, Твое мнение на происходящее. Твое мнение по поводу наших детей, Твое мнение по поводу нашего будущего, Твое мнение по поводу, Господь, происходящего. Твой взгляд божественный, пусть Он станет, Господь, для нас основой нашего мира, нашей уверенности, нашего покоя, Господь. И нашей духовной энергии в победе, Господь, за нашу судьбу. Халилюя. Отец, мы благодарим Тебя за Слово, которое Ты нам дал, Господь, на Которое мы можем полагаться, в Которое мы можем найти, Господь, для себя, Господи, драгоценные истины, краеугольные, Господь, на Которое мы построим наше здание судьбы угодной, прославляющей Твое Святое Имя. Халилюя. Отец, я молю Тебя о тех, кто сегодня чувствует себя в яме, кто себя чувствует, Господь, в неадекватных обстоятельствах, где Он не имеет полного контроля, Господь. Я сегодня, Господь, прошу, чтобы видение, помазание, Дух Святой сегодня подняли нас над обстоятельствами, чтобы мы начали видеть, Господи, как Ты видишь. Халилюя. Халилюя. Подними нас, Господь, от мирской суеты. И подними нас, Господь, от того, чтобы мы через обстоятельства, через то, что видят наши глаза, слышат наши уши, Господь, определяли и ожидали будущее. Господи, мы ожидаем от Слова Твоего. Я и мой дом будем служить Господу. Халилюя. Халилюя. Господь, мы будем видеть, как три поколения вместе служат Господу едиными устами, единым сердцем. Халилюя. 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 Слава Тебе, Вседержитель. Слава Тебе, Господь, наш Силитель. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты отменяешь приговоры прошлого, Господь, и немощи настоящего. Ты, Господь, Вседержитель. Ты даешь будущее, Господи. Ты сказал и стало так, и будет так. Халилюя. 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 Слава Тебе, Господь, за слово Твое, которое Ты изрек, Господь. Слава Тебе, Господь, за видение, за откровение, за сны, Господь, которые Ты даешь, Господь. Слава Тебе. Халилюя. 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 Благодарим Тебя за будущее для этой церкви, Господь. За будущее для каждой семьи, для каждой родни, Господь. Благословенное будущее, не меньше. Благословенное будущее Твое, Господь. Халилюя. 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 Благодарим Тебя, Господь, за будущее Твоего слова, за будущее Твоего видения. Господь, покоряемся Твоему видению, покоряемся Твоему изволению, Твоей святой воле, Твоему определению. Будем жить и возвещать дела Господни, доколе Ты не придешь, Господь. Халилюя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя Господь, мы отрекаемся от всякого негативного влияния На наше видение отрекаемся от всякого влияния Господь, мнения человеческого, Господь Всякой логике, Господь, непокоренной Божьему Слову Отрекаемся во имя Иисуса Избираем веровать, Господь, как Ты сказал По Писанию По Писанию По Слову Твоему, Господь Аллилуйя Да устроится каждая судьба Каждая жизнь Аллилуйя Аллилуйя И там, где сегодня тупик Там, где сегодня, Господь, суета Пусть, Господь, будет Твой божественный порядок Твой божественный выход Во имя Иисуса Аллилуйя Тебе честь и слава Отцу и Сыну И Святому Духу Аминь 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 Аллилуйя Будьте благословены С миром Божьим Несите Божий свет и Божий любовь Везде, где будет ступать Ваша нога Живите по Писанию Аминь 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 Аминь